Брещанин Вениамин Кудынюк пришел с годовалой дочуркой в областной роддом, чтобы передать супруге вещи и продукты. Теперь в этой семье родился еще один долгожданный малыш, мальчик Ефрем. Своих детей отец считает даром от Бога и не может представить, как можно сделать аборт и добровольно лишить себя счастья родительства. В моей семье, ну там, где я родился, у родителей 13, я пятый. И всегда папа, он говорил так, ставил фотографии и говорит, ну кто хочет, чтобы его здесь не было? Никто не хочет. И все дети очень красивые, и вот у нас уже пять, которые тоже имеют своих семей, вот, и все счастливые, все хотят жить. И только мыслью представить, что если аборт, то это значит тебя бы не было. Ну, никто так не хочет. Не хотят этого и представители православной церкви. Поэтому накануне Дня семьи они пришли в Брестский областной родильный дом с важной миссией. Мы хотим передать от Брестского отдела, вот, по защите жизни и семьи, вот таких муляшиков, малышей, которым 12 недель, которые будут работать в женских консультациях, которые будут наглядным пособием для психологов, которые работают с женщинами, находящимися в кризисной ситуации и желающих совершить аборт. В церкви есть много обращений женщин, которые столкнулись в своей жизни с этим. Это такая травма, которая остается постоянно. Человек себя винит. И только вера в воскресшего Господа дает возможность как-то это преодолеть. Хотелось бы, конечно, чтобы ни у кого этого в жизни не случалось. По статистике, в Республике Беларусь на каждые 100 беременностей приходится примерно 26 абортов. А в мировом рейтинге Беларусь занимает пятое место в этом печальном списке. Поэтому так важна совместная работа, направленная на сохранение жизни. И уже сегодня можно сказать, что она приносит свои плоды. В области с 2015 года функционирует психологическое консультирование. Каждая женщина перед тем, как решиться на аборт, проходит консультацию психолога либо психотерапевта. Эффективность предабортного психологического консультирования достигла 30%. То есть каждая третья женщина отказывается от столь отчаянного шага, как аборт. Аборт – это непоправимая ошибка. Ведь ничто не позволяет проявить лучшее качество личности человека, как материнство или отцовство. Подарить тепло души маленькому человеку, который является неотъемлемой частью тебя. Необъяснимая, безусловная любовь и невидимая связь со своим ребенком, которая длится всю жизнь. И, наконец, слово «мама». Разве это недостаточные аргументы, чтобы в этот мир пришел еще один человек?